Привет! Давно я ничего не рассказывала. Пора-пора. Лето. У нас в Ницце жара под сорок и высокая влажность. К счастью, у нас есть домик в Альпах на берегу холодной горной речки. В домике-то мы спасаемся от жары, пыли и городской суеты. О нашей деревушке, о Брее я уже несколько раз рассказывала, но повторюсь. Брэйси Ухайя, ее полное название. Ухайя это название горной речки. Кстати, у речной воды потрясающий цвет, холодная лазурь. Когда смотришь на воду, даже в самый знойный день сводит зубы от холода. Шучу. Вода в речке действительно холодная, градусов 8-9, но местные и взрослые и дети купаются. Я зашла в воду по колено. На боли и смелости не хватило. Находится деревушка Брэй в 60 километрах от Ниццы, в сторону горной Италии, недалеко от Сан-Рема. Численность местного населения где-то две с половиной тысячи человек и столько же туристов в летний сезон и горнолыжный сезон зимой. Брэй значится в карте туристических маршрутов по национальному парку Франции Меркантур. Иногда Брэй романтично называют край оливковых деревьев за обилие этой вечно зеленой субтропической маслины. По левому берегу горной речки Ухайя расположилась старинная часть деревушки. Эта часть поселения неизменно существует здесь с 9 века нашей эры. Правобережные коттеджные улицы это элемент современной застройки. По центру деревни живописное озеро с лебедями и уточками, с цветочными подвесными клумбами на набережной и на мостиках. И тишина, которую нарушает только полуденный бой колокола на центральной площади и пение цикад жарким августом. Я не перестаю повторять, что это рай на земле. Но даже в раю было бы скучно без праздников. Расскажу об одном большом празднике, который называется Астакада, что в переводе с местного диалекта означает связывание. Эта история произошла в 12 веке. И кому-то пришла в голову прекрасная идея для будущих поколений не рассказывать эту историю, а показывать. С тех пор раз в четыре года альпийская деревушка Брей от самого рассвета до заката превращается в большую сцену, где на глазах у зрителей разворачиваются действия. Собственно, сами зрители являются и участниками спектакля. Главные герои, зрители, ослики, лошади, собаки – все актеры. Зрелище великолепное. К этому спектаклю готовится шесть месяцев. Готовят деревню, улицы, площади, шьют костюмы, прогоняют роли. Сюжет всегда один. В день спектакля население Брей увеличивается втрое. Туристы приезжают отовсюду. Нет места в гостиницах и нет свободных апартаментов. Это стоит увидеть хотя бы однажды, а лучше поучаствовать. Мне посчастливилось. Итак, сюжет. Граф Фентимилии, эквивалент губернатора, назначил шустрого и разбитного аристократа править деревушкой Брей, что на берегу горной речки Опая, из чего же начал горе-руководитель? Да ничего нового. Шумные пирушки с друзьями за счет деревенской казны, вседозволенность и грабеж. И до кучи ввел он право первой ночи, то есть каждая новобрачная первую ночь проводит не с мужем, а со своим господином. Но ропот народного недовольства дошел до графа Фентимилии. Взял он свою дружину из верных и отважных турков и отправился в деревушку. Порядок наводить. Восемь утра. Повес аристократ обильно завтракает с друзьями. Вино льется рекой. Съедена пятилитровая кастрюля равиоли и тазик доба. Это эквивалент мясного гуляша. Громкий смех, пение, сальные шуточки и фривольные рассуждения о том, как бы поэкстравагантнее провести очередную ночь с жертвой новобрачной. Пируют и не знают, что на главной площади уже больше часа граф Фентимилии выслушивает жалобы жителей на бесчинство местного главы аристократа. И вот уже цоканье лошадиных копыт турецких всадников, клинки вынуты из ножен, глаза горят. В ходе захвата аристократ сбежал, но вскоре был пойман. Соседи не дремлют. Из местных деревенских жителей у него нет друзей. Ближе к полунику на ближайшей площади состоялся суд и приговор. Голым по деревне провести, в горах к скале приковать, заставить 25 видов кузнечиков поймать. Но не успели дружинники привести приговор к исполнению, как нахал снова сбежал. И на этот раз ему не удалось уйти далеко. Отбивался с саблей он отважно, не зря же тренировался. Но численное преимущество было не на его стороне. Снова суд и снова приговор. Смертная казнь. Ох, как он молил о пощаде. Судья обратился к жителям деревни. Помиловать или голову с плеч? Жители в затруднении. Рядом на лошади выседает деревенская красавица новобрачная, так и не ставшая жертвой распутного главы деревни. Да как с ним быть? Минуты ожидания кажутся аристократу, державшему голову на плахе, вечностью. Жители помиловали главу. И приговор был заменен. К скале приковать и не иметь возможность к телу ни своему, ни чужому прикоснуться. А четырем самым красивым женщинам ежедневно перед ним голыми танцевать. Вот ведь зверство средневековое. Высоко поднят красно-черный флаг Брея. Его проносят по улицам. И все, что мешает на пути, все препятствия в виде деревянных балок между домами, срубить безоговорочно. Ничто не помешает гордо пронести флаг по узким улочкам, не наклоняя его и не кланяясь. Вот такая маленькая победа народа одной маленькой альпийской деревушки. Мини-революция.